Знаешь, что происходит? Водители воруют поголовно, потому что они не удовлетворены этой зарплатой, а все остальные закрывают глаза, потому что понимают, что происходит. Вот на этом фоне вот так вот все и происходит. Интереса к работе нет у людей. Есть интерес такой, прийти, украсть и уйти. Для того, чтобы этого не было, надо посмотреть реальные потребности предприятия и понять, что либо это надо финансировать, либо сказать, ребята, у нас нет такой возможности в соответствующем. Я вообще думаю, что если вы не возражаете, Сергей Владимирович, давайте вот я, человек, который там две недели пробил уже на предприятии, посмотрел на картину, такую, скажем, изнутри, и попросил об этом уважаемый Сергей Михайлович Исакова, он тоже встречался с бухгалтерами, с экономистами, смотрел эти цифры, и основную причину, то, что он назвал, что убытки предприятия исходят только из-за того, что нет этой инфраструктуры. Не только, но основная проблема. Основная проблема, да, что нет финансирования, нет финансовой питеринки предприятия, нет. Мало того, что за льготные перевозки и убыточные, то, что вам говорил экономист, тариф 2 гривны, а получается, по сути, гривна 60 за счет разницы в продаж. Мало того, что это было не учтено в 17-м году тарифом, и на 18-м уже, то, что мы сейчас 3 принимаем, это уже не спасает ситуацию. То есть надо принимать решение такое, какое, если мы залатываем дырку, значит, какие... Тариф не спасает ситуацию. Если бы тариф покрывал процентов 80-90 всех затрат, можно говорить о тарифе. Но когда из сегодня 150 миллионов, 30 миллионов только о тариф, ну, снова, поступление, продажа билетов, о чем вы говорите? Это чисто датируемое предприятие, я тогда понимаю. Поэтому хоть 10, хоть 5, хоть 6 гривен, это вообще все равно не хватит. Ну, а тут договор, когда вы говорите, пересмотреть договор и перейти на километры, я плачу в километрах, это, конечно, что это? Это наше решение, это мы должны принимать решение. Это все направленное и законное решение. Да, это наше решение. Это нормативные документы. И тогда закроют все проблемы, которые сегодня на плаву. Да, только возникнут проблемы у руководства предприятия, что ты не придешь и скажешь, у меня нет денег. Вот тебе сколько... Финансирование другое получается. Да, спасибо. Но вы будете...